Доктор Стрэндж Доктор Стрэндж Доктор Стрэндж Доктор Стрэндж Доктор Стрэндж Доктор Стрэндж Ну и опять же освещение падает, это и на зрение может влиять. Против сезонных скачков времени и ученые, по их словам, сейчас мы находимся именно в том часовом поясе, в каком должны быть исторические. Гринвич плюс 7, вот сейчас вот тот часовой пояс, который у нас сейчас, вот он является у нас оптимальным фактически. Потому что тут как бы недостатки его, вот это вот темное утро в течение примерно трех месяцев, они слегка компенсируются летом. И такая же ситуация примерно и в Новосибирске, и в Томске, и в Кемерово. И вот очень большое достижение вот этого, того, что мы добили сейчас, это вот единый часовой пояс вот этого нашего всего-то макрорегиона. Продлить время мечтают многие, но стоит ли это делать механическим путем? По заверению ученых, через много миллионов лет земля будет вращаться гораздо медленнее, из-за чего сутки станут в разы длиннее. Но дождутся ли этого современные законотворцы или желание управлять временем? Как марвеловский доктор Стрэндж окажется сильнее, покажет время. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.